Мир всем! Христос Воскресе! Благодаря Истину! Мир всем! Христос Воскресе! Мир всем! Поистину Воскресе! Всем поклон от Виктора из Франции! Спасибо Христос! И ему от нас! Спасибо! 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 Христос Воскресе! Воскресе! Аминь! 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 Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 25 по 26 стихи! «Сие сказал я вам, находясь с вами, утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Толкование! Так как речи Господа были неясны для учеников, и одних из них они не понимали, а в большей части их сомневались, то чтобы опять не спросили Его и не сказали, какие заповеди нам должно соблюдать, Он освобождает их от забот и смущения, говоря, что утешитель, неясное и неудобо понятное, сделает для вас удобо понятным. «Итак, вам не нужно скорбить по случаю разлуки со мною, когда она доставит вам столько благ и столько мудрости, ибо доколе я сам пребываю у вас, и Дух не придет, вы ничего ни великого, ни высокого не можете уразуметь». Часто упоминает об утешителе. Часто упоминает об утешителе по причине, одержащей их скорби, подавая им добрую надежду, что Он будет руководить их. «Утешитель придет во имя мое, это значит, Он не будет учить вас ничему, чуждому моего учения, не будет искать своей славы, но придет во имя мое, то есть во славу имени моего, а не своего, как делают враждебные друг другу учители, увлекая за собою последователей. Некоторые в словах «во имя мое» разумеют имя Христа, утешитель. «Ибо говорится, имеем ходатая утешителя Иисуса Христа» 1 Иоанна 2.11. «И как Дух, пришедший к ученикам, стал утешителем, облегчил их скорбь, то Он пришел во имя Христа, ибо и Он утешитель, как и Христос». Но апостол Павел называет и Духа Христом, когда говорит, цитаю, «Вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в нас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». Римлянам 8.9. «Потом прибавил, если же Христос в вас». Стих 10. «Видишь ли, как Он выше сказал, что Дух Божий живет в них, потом прибавил Христос в вас. Ясно, что Христом апостол назвал Духа. А как Дух именуется Христом, то слова «Отец пошлет Его во имя Мое», ты должен понимать так, что и Он будет называться Христом. Святый Дух и научил, и напомнил, научил всему тому, чего Христос не сказал им, как не могуще уместить. «Напомнил все то, что Господь хотя и сказал, но чего апостолы не могли удержать в памяти, или по неясности сказанного, или по немощи своего ума». «Вопросы?» «Продолжим». «Ивангелие Таанна, 14, 27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Толкование. «Хотя многие восстанут на вас, но вы при единодушии и взаимном мире нисколько не постраждете. Смущение они испытывали от привязанности и любви к нему, потому что должны лишиться его, а страх от того, что по смерти его с ними могут случиться бедствия. Но Господь не оставляет без уврачевания ни смущения их от привязанности, ни боязни будущих бедствий, а утешает то и другое, говоря, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Вопросы. В Англии Таанна, 14 глава, 28 по 29 стихи. «Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к отцу, ибо отец мой более меня. И вот, я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». Толкование. «Так как Господь видел, что апостолы не совсем надеются на воскресение его, даже и не знают, что оно такое, и посему сильно скорбят и смущаются при мысли о разлуке с ним, снисходит к их слабости и говорит, «Я сказал вам, что я пойду и опять приду. И однако же вы еще скорбите, ибо не доверяете мне, что я хотя и умру, однако не оставлю вас в скорбях ваших. Ныне же, услышав, что я иду к отцу моему, которого вы считаете великим и больше меня, вы должны радоваться, что я отхожу к нему, большему меня, и могущему уничтожить все бедствия». «Отец мой больше меня». Это сказал он для утешения учеников. Они скорбели потому, что Христос будто бы не может защитить их. Он и говорит, «Если и я не могу, то отец мой, которого вы считаете больше меня, по всей вероятности, поможет вам». Равно и в другом месте говорит, «Неужели думаете, что я не могу молить отца, и он пошлет мне 12 легионов ангелов?» Матфея 26, 53. Он сказал сообразно с понятием их, так как они считали его слабым, а отца могущим укрепить их во время скорбей. «Отец говорит больше, потому что он причина и начало мое, ибо я от него родился. А что отец больше, это не значит, что он и иного существа, ибо и у людей можно сказать, отец больше сына, но не другого существа». «Потом пусть скажут еретики, чем Христос отходил к отцу, божеством или человечеством? Без сомнения, человечеством, ибо как Бог, он всегда был на небесах и не отделен от отца. Итак, отец называется большим его, как человека». Вопросы? Евангелие от Иоанна, 14 глава, 30-31 стихи. «Уже немного мне говорит с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю отца, и как заповедал мне отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда». Толкование. «Что он, князь мира сего, это понимая не о твари вообще, а о людях порочных и мудрствующих мирское. Ибо он владычествует не над небом и землей, иначе он все не спроверг бы и расстроил, но над теми, которые сами предаются ему. Поэтому он называется и князем тьмы, а под тьмой, разумеет, злые дела. А как некоторые могли подумать, что и Христос предается смерти за грехи, то прибавил, и во мне не имеет ничего. Я смерти не повинен, дьяволу ничем не должен. «Но принимаю страдания добровольно и из любви к отцу. Часто упоминают о смерти, присоединяя и слова утешения, чтобы сделать ее удобоприемлемою для них. Ибо слыша, что он умрет, они узнают и то, что он добровольно пренебрегает дьявола, умирает из любви к отцу». Итак, если бы страдания были пагубны, а не спасительны, не соизволил бы на это отец любящий и не принял бы их на себя сын любимый. Как же нам понимать, что он умирает из любви к отцу? Отец, говорит, любит мир и за него предает меня на смерть. Я, любя отца, с его благоволением и хотением соглашаюсь и доказываю, что люблю отца тем, что беру на себя и исполняю заповеданное им, то есть его благоволение и определение. Скажите вы, Ариане, если бы сын был раб, уже ли бы он сказал, что я умираю из любви к отцу? Раб исполняет волю господина своего не потому, что любит его, но потому, что он раб и боится наказания. А Господь Иисус, так как он творит волю Божию из любви, не раб, а тварь, но поистине сын, исполняющий волю отца. Посему, когда слышишь, заповедал мне отец, из-за слова заповедал, не смотри на Господа, как на подчиненного, но из-за слова отец, признавая его сыном, единосущным отцу. Заповедал же, понимай так, вас хотел, сказал, определил благоволиво. Вопросы? Сергей Павлович, тут ты немножко. Я прочитал. Не раб, не тварь. И дальше пояснись. Как далее. Да, не раб, не тварь. А я как прочитал. Не раб, не тварь. Да, спасибо. Сын, нужно понимать, что он и одного существа с отцом. Много приходилось общаться с сегодняшними Арианами, со свидетелями Иегова, но никак не вмещается. Так, все, растолковано прекрасно, но это только вот упертость такая вот или дьявольская гордыня только мешает уверовать толкованием православной церкви. Я не знаю. Истина очевидна. Все так понятно объяснено. А они вот уперлись. А он же сказал, отец мой, более меня. Че же, какое равенство. Тут черным по белому написано, что более, а вы говорите, что равен. Начинается вот это колобродение ума. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 1 по 3 стихи. Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Сергей Игнатов, микрофон выключите, пожалуйста. Благодарю. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Толкование. Многократную речью о своих страданиях Господь совершенно убедил учеников в необходимости он их. Засим уразумел, что они боятся, как бы вскоре их не схватили, и от сильного страха уже не внимают и словам его. Посему он хочет, по-видимому, вести их в место потаенное, в котором их не схватят. Но он уходит из того места, где они были, для того, чтобы, укротив смятение в душах их, преподать им таинственнейшее учение. Отводит их, как узнаем из последующего, в тот сад, который был известен Иуде. Такой поступок был, по-видимому, удалением, а на самом деле добровольным преданием себя. Ибо он удаляется в такое место, которое знал Иуда. Такой поступок был, по-видимому, что же таинственного он преподает им. Я, говорит, есть млоза, то есть корень, а вы ветви, а отец мой винограды. Ему должен и плод приносить, то есть вести жизнь добродетельную. Так что если кто-нибудь имеет только голословное исповедание веры, а не приносит плода через соблюдение заповедей, тот делается ветвью мертвою. Ибо вера без дел мертва. Послание Иакова, 2 глава, 29 стих. Итак, «Всякий верующий, да то ли находится во Христе, да коли верует. Ибо говорит всякую ветвь, которая во мне, если она не приносит плода, отец отсекает, то есть лишает общения с сыном, а приносящую плод очищает». Отсюда мы узнаем, что и очень добродетельный человек все-таки нуждается в попечении Божьем. Ибо бесплодная ветвь не может оставаться на лозе, а плодоносный отец делает еще более плодородную. Через искушения они оказывались более и более сильными. «Я, — говорит, — очистил вас через свое учение. Теперь уже нужно, чтобы и вы показали на деле, что следует с вашей стороны». «Вопросы?» «Вопросы?» Евангелие от Иоанна, 15 глава, 4 по 6 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы. Если не будете во мне, я есть млоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. «Кто не прибудет во мне, и извернется вон, как ветвь и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Толкование. «Я очистил вас через свое слово и учение, и с моей стороны не осталось ничего неисполненным. Теперь должно начаться уже ваше дело». Примером ветви ясно представляет нам, что от него подаются сила и жизнь тем, кои благоугождают ему, ибо как плод приносит та ветвь, которая пребывает на лозе, и от нее получает содействие к жизни. Так и вы, если прибудете во мне через соблюдение заповедей, принесете больше плода. «А кто не прибывает, тот засохнет, то есть теряет то, что имел от корня, и если получал какую-нибудь духовную благодать, лишается ее и сообщаемой от нее помощи и жизни. Бросают в огонь, и они сгорают». Сими же словами подает им и немалое утешение, показывая, что злоумышляющие против него, например, Иуда, будут сожжены, а они, пребывающие в нем, принесут плод. Вопросы? И комментарии Игнатия Лапкина на слова «Свое Слово и Учение» «Те, кто исповедуется и причащается, но не любят Слово Божие, как могут надеяться быть очищенными от грехов?» Псалом 118, 105 стих «Слово Твое, светильник ноге моей, и свет стызе моей, я очистил вас через слово и учение». Во всех народах и всех регалиях есть понятие об очищении, и, как правило, это пытаются сделать через принесение жертвы за свой грех. Но блаженный Феофилак снова напоминает всем, и в первую очередь православным, и тем более священникам слова Иисуса, что Он и только Он один очищает через Слово Своё и Учение. Но как можно читать эти слова тысячу лет и толковать об очищении через частую исповедь и частое причащение, о чём даже нет намёков в Библии и не видеть в упор вот эти самые ясные слова, что Слово Божие и учение Христа очищают. И вот это учение Христово и вот это Слово Иисуса в Новом Завете намеренно спрятали, толкуя по-своему путь спасения. «Я очистил вас через Своё Слово и Учение». Эти слова должны радовать всякого читающего Библию и весьма печалить тех, кто не читает, кто умышленно был допущен до очищения Божьего, кто умышленно не был допущен до очищения Божьего. И таких своих слепотствующих кормильцев, прикажан батюшки толкают на свой путь спасения по гибели, чтобы ни Слово Божие, ни учение Христово исследовали православные и исполняли его, а батюшек, и только их слушали, к ним прибегали за каждым пустяком и без них ни шагу. А без Слова Божия и без учения Христово русская православная церковь брела до страннейшей своей катастрофы и ничего не поняла. И снова, как ни в чём не бывало, культивирует белый магизм и самое настоящее шаманство под видом православия, забывая намертво слова Христа и учения Христа. Библия так и не стала настольной книгой православных, ибо её заблокировали служители алтаря, служители кадила, а не благовестия. Христос стоит у дверей, непринятый, и снова говорит через ферфилакта «Я очистил вас через своё слово и учение». Сергей Игнатов, выключите демонстрацию экрана. Вопросы? Это эти слова Феофилакта, но и Христос говорит, вы уже очищены через Слово Мое. Продолжаем дальше. Евангелие от Иоанна, 15 глава 7 по 8 стихи. «Если прибудете во Мне, и слова Мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете Моими учениками». «Ибо каждый из живущих богоугодно пребывает на лозе по собственному желанию, соединяясь с нею через любовь и соблюдение заповедей и прилепляя с духом. Равно как, напротив, тот, кто перестает соблюдать заповеди, произвольно отчуждается от Господа, славу Бога и Отца составляет достоинство учеников Сына Его. «Ибо когда светил перед человеками свет апостолов, тогда прославляли и Отца Небесного»» Матфея 5,14-16. «Плод апостолов, суть и те народы, которые их учением приведены к вере и стали прославлять Бога. Если же Отец прославляется тем, когда вы приносите плод, то Он, без сомнения, не будет пренебрегать Своей славой, но поможет вам приносить больше плода, чтобы и Ему больше прославиться». Вопросы? Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 9 по 10 стихи. «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей, если заповеди Мои соблюдете, прибудете в любви Моей, как Я соблюл заповеди Отца Моего, и пребываю в Его любви». Толкование. «Услышав же, что Я возлюбил вас, вы не будьте беспечны, но старайтесь пребывать в любви Моей». Потом объясняет, как они могут прибыть в этой любви именно, если соблюдут заповеди Его. Всем этим Он показывает, что они будут в безопасности тогда, когда будут вести чистую жизнь. Ибо весьма нелепо думать, будто бы дающий законы для всех подлежал заповедям, и без заповедей Отца не мог управить свою жизнь. «Говорит же это для того, чтобы их больше утешить. Он сказал им, Я люблю вас». Между тем они впоследствии должны были бороться со скорбями, чтобы в этом случае они не соблазнились, будто бы любовь Его ни к чему не служит им. Он говорит, не смущайтесь, ибо вот Отец любит Меня, однако же предает на страдания за мир. И как от того, что я стражду, любовь Отца не уменьшается, так и Моя любовь к вам не уменьшится, хотя вы и подвернетесь бедствиям». Вангелие от Иоанна, 15 глава, с 11 по 13 стихи. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна, сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». «Толкование». «Радовались они и потому, что сами изгоняли бесов, как и сам Он говорил, не радуйтесь, что изгоняете бесов». Лука 10, 20. «Он желает, чтобы мы любили друг друга не просто и как случилось, но так, как Он возлюбил нас». Вместе с этим указывает нам путь, как нам соблюдать заповеди, именно через соблюдение одной заповеди, заповеди о любви. «Как же, — говорит, — любите друг друга, и вы так же, как Я возлюбил вас, то сим указывает меру и совершенство любви. Ибо нет больше всей любви, как если кто душу свою положит за друзей. Посему и вы полагаете души друг за друга, как и Я умираю за вас». «Итак, не думайте, что Я ныне удаляюсь от вас по нерасположению к вам напротив. Это делается по любви и при том совершеннейшей». Вопросы? Вот эти слова часто приводят по поводу воинов, которые идут на войну и умирают за Родину. Некоторые умирают даже не за Родину. Насколько это вообще справедливо, применение именно вот этих слов в данной ситуации? Такой вопрос. И как нам в практической плоскости тоже применить в своей жизни? Потому что часто мы неправильно понимаем. И как нам положить душу свою за други свою? Игнать Тихонович уже не раз на этот вопрос отвечал. Ответьте еще раз, Игнать Тихонович. Ну, слово «положить душу свою» как понимают? То есть умереть. Готовность даже умереть. А когда этот человек на войну выбивает другого, он вытряхивает души из людей, из тел. Там ничего совместить никак нельзя. А вот там, а вот отечество. А если бы он имел в виду отечество земное, то возвратился бы Авраам. Но он имел в виду отечество небесное. Поэтому это фаторлан, фаторлан, все это остается на земле. Такие были патриоты, чтобы потрясти могли, говорит, вселенную. И ушли, как будто не было. Ни капли крови, всю кровь пролили за эту Родину. Где Наполеон? Где Гитлер? Где Чингисхан? Никого нигде нету. А за что? Ну, вот это за то. В Афганистан зачем советские полезли? Куда же царь не заходил? 14 700 гробов только привезли. Около 50 или 70 тысяч коллег. Кому? Ахшали, попы, кадилом махали. Как его? Завоевали Афганистан? Американцы не могли завоевать никак. Горы. И тут не надо говорить, не надо было идти. А если они хотят воевать, пусть воевают. Ни один сын ни у кого не погиб, а у тех, которые развязали войну. И поэтому это не национальные герои. Есть Миро и Иерон. И Иерон, который не пошел служить в армии, ангел одобрил его, его казнили. Андрей Стратилат, военачальник, полковник. Две тысячи там с лишним воинов было. Уверовали во Христа. Не подняли оружие, положили мечи. Их посекли всех. Как траву. Тут что понимать-то? Не убей, определенно не убей. А в Ветхом Завете? В Ветхом Завете убей. В Новом Завете абсолютно а-я. Слово а-я, то есть это противоположное. Тебе сказали идти на север. А я говорю тебе, поверни на юг. А. И в любом деле. Нам жить нечем. И у нас посы соблюдать как. А я говорю вам. Для вас поса нету. Вы можете кита убить и съесть его. Это можно буквально понимать. И поэтому тут толковать совершенно нечего. Все. А к себе как эти строки применить? То есть это жертвенность, готовность умереть за ближних именно в такой вот практической плоскости? За кого умереть? За нас умер Христос. Вот у нас ребята в армии не отказываются. Альтернативно пишут заявление хотя бы за полгода до призыва в армию. Что я христианин, мне запрещено убивать, запрещено давать клятву. Но я готов идти служить там, где не потребуется быть наводчиком, подносить снаряды, заряжающим там убивать. Нет. Я буду спасать. Даже на минном поле, где угодно пошлете. Вытащить раненого. И у нас этих людей вообще не берут в армию. Вообще. И никто им не скажет, что они дезертиры, ни срока не дадут, ничего. Они готовы. Вот один вопрос. А то в Германии было так. Посадили адвентистка седьмого дня. И она разговаривала с охранником. Он тоже адвентист седьмого дня. Да как же ты с военной, с винтовкой-то стоишь-то? Ну вот наши братья решили так. Ну а я не стреляю, я только так с винтовкой. Но ты стрелять будешь? Нет. Он говорит, тогда я сейчас побегу в кусты и я уйду. Я стрелять буду. И все. Если ты не берешься за это дело, нельзя клясться. То Иоанн Златоуз говорит десятки раз в каждом томе. Даже в храм не запущу через порог, кто клянется. А клянется чем-то. А в армию идет обязательно присяга. Клянусь, клянусь, клянусь. Тут толковать вообще нечего. Настолько открыто. Это дело очень хорошо и правильно понимал Лев Николаевич Толстой. Вот это именно вопрос. Непротивление злу насилием. Зло порождает зло. А что нужно делать? Молиться. Молиться и все. Ты можешь там ударить по ногам его или что-то, но не убить. Меры не убить. А ты говоришь, а я считаю нужно. Нужно иди, никто тебя не удержит. Но это к учению Христа никакого отношения не имеет. Истребляй врага. А я говорю вам, любите врагов ваших. А я. А как это? А как было во время, когда жил Елисей? Он ослепил воинов. Они идут и думают, идут по своей земле. А теперь, Господи, открой глаза. Открыл глаза им. А они увидели, что находятся они где-то около Иркутска, около Красноярска. Ой, царь возрадовался. Может, побить меня, а ты завоевывал их. Итак, накорми его, раненых перевяжи и отпусти домой. И так и сделали. Отпустили сириян, на подводы увезли. И с тех пор они больше ни разу на Израиль не нападали. Это в Ветхом Завете. А в Новом вообще говорить не о чем. Нет. И все наше оружие не плотские. А Павел говорит, что против духов злобы поднебесной. Против сатаны. Наше оружие меч духовный, слово Божие. Мещ возьмите. Шлем спасения вашего. Щит веры. Вот какое обмундирование это. К этому вопросу что ответить? Заходи на нашу книгу «К истинную православию» на нашем сайте. Сайт «Заряди во свете Библии». И там на первой странице сайт. А там книга «К истинную православию». К ней в нее откроются все оглавления. Подробно. Как правильно крещение быть, что нельзя курить, бороду брить. Все по темам разложено. Отошел. Спаси Христос. У Мэлла Гибсона хороший фильм на эту тему. По соображениям совести вышел. Там как раз тоже главного героя берут в армию. И он только всех выносит с поля боя. Ну, если не смотрели, может быть, посоветую даже посмотреть. Продолжим. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 14 по 16 стихи. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам толкование. Я, говорит, люблю вас настолько, что открыл вам неизреченные тайны. Ибо я сообщил вам все, что слышал от отца моего. Когда же говорит все, что слышал от отца моего, то не подумает, будто он нуждается в научении, а показывает то, что он не возвещает ничего постороннего, но то, что принадлежит отцу, и что все слова его, суть слова отца. Вы не пристали к моей дружбе, но я к вам, и я первый возлюбил вас. Как же я оставлю вас на последующее время? И поставил вас, то есть я насадил вас, чтобы вы шли, то есть чтобы вы росли, умножались, расширялись, распространялись и приносили плод. Видишь ли равенство отца и сына? Выше называется делателем отец, а здесь является делателем сын. Постыдись, Ари, с теми, которые вместе с тобою поработают и с нечестью. Ибо отец... Ибо отец, когда дает... Ибо отец, когда дает, дает своею десницею, а десница его сын. Ибо кто не приносит плода, тот и не приносит полезного и спасительного для души, но непременно просит мирского и бесполезного. А потому и не получает. Ибо просите, сказано, но не получаете, потому что не на добро просите. Послание Якова 4.3 Вопросы? Продолжим. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 17 по 19 стихи. «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Толкование. Так как терпеть гонения и ненависть дело тяжелое и очень прискорбное, то в утешение их говорит, «Если ненавидят вас, это нисколько не ново, ибо меня возненавидели прежде вас. Посему вы должны находить великое утешение и в том, что становитесь общниками моими в перенесении ненависти». Засим присовокупляет и другой способ утешения, более обязательный. Вам, напротив, нужно было бы скорбеть в том случае, если бы мир, то есть злые люди, любил вас. Ибо если бы они любили вас, это было бы знаком того, что и сами вы имеете с ними общение в той же злобе и лукавстве. А теперь, когда злые ненавидят вас, вы радуетесь, ибо они ненавидят вас за добродетель. «Иначе, если бы вы не были добродетельны, мир любил бы свое. Но как я отлучил вас от злобы мирской, то мир и ненавидит вас за то, что не участвуете в делах его». Вопросы? Евангелие от Иоанна, 15 глава, 20 по 21 стихи. «Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. И если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. «Но все, что сделают вам за имя мое, но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня». Толкование. «Если гнали меня владыку, то тем более будут гнать вас, рабов. Если не гнали меня, а соблюдали слово мое, то и ваше будут соблюдать. Но этого нет. Ни моего слова, ни вашего не будут соблюдать. Но все то сделают над вами за меня. Посему, если вы любите меня, переносите, что испытываете за меня, которого по словам вашим вы любите». Вот и еще причина к утешению. «Они, обижая вас, оскорбляют вместе и того, кто послал меня. Посему, если не что иное, то это самое, что одни и те же суть враги вам и мне. И отцу моему должно служить к вашему утешению». Вопросы? Евангелие от Иоанна, 15 глава, 22 по 25 стихи. Сергей Павлович, да. Вопрос. Ты посчитал, долюбите друг друга, или ударение сделать, долюбите друг друга, как правильно? «Наю» или «Наи»? Не знаю, как правильно. А ты прочитал, как? Я прочитал, любите, повелительное наклонение. Этого хочет Господь, чтобы мы друг друга любили. Так вот, где стоит «да» местоимение, там говорится о закреплении факта, а не повелении. «Да любите, да здравствует». То есть, не «здравствуй», а «да здравствуй». То есть, утверждается на каждом шагу. К этому даже не побуждается. А сама наша сущность, христианина, говорит, что мы имеем то же, что он имеет. Главное – это любовь. Долюбите друг друга, или долюбите? Долюбите. Всё. Вопросы? Спасибо, Христос. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 22 по 25 стихи. «Если бы я не пришёл и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своём. Ненавидящий меня ненавидит и Отца моего. Если бы я не сотворил между вами дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и меня, и Отца моего. Но дозбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно». Псалом 68, 5 стихи. Толкование. «Грех их не простителен, ибо не я ли пришёл и учил, если бы я не приходил, если бы не говорил, они могли сказать, мы не слыхали, а теперь злоба их неизвинительна. Таким образом, и это немало не служит к оправданию их. Я же не только учения преподавал, но и дела творил, каких никто другой не делал, например, чудо над слепым, над лазарем и прочие подобные. Какое же у них оправдание? Я со своей стороны преподавал учения на словах и присовокупил доказательства от делов». И Моисей, второзаконие, 18 глава, 18 по 21 стих, заповедует слушаться того, кто чудеса творит и учит благочестию. Ненависть их родилась от одной только злобы, а не иной причины. Законом, как мы часто говорили, называет не только закон Моисеев, но и книги пророков, как и здесь назвал законом книгу Давида. «Давид Духом Святым вперед возвещал, что будет делать злоба их, а они без сомнения по злобе исполнили предсказанное пророком и тем подтвердили истину пророчества». Продолжим. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 26-27 стихи. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать потому, что вы сначала со Мною». Толкование. «Господь сказал ученикам, вас будут гнать, слова вашего не будут соблюдать». Они могли сказать, «Господи, зачем же наконец ты посылаешь нас? Как нам будут верить? Кто будет внимать нам? Кто послушает нас? Посему обречаемые от Духа в том, что они грешат безответно, будут принимать вашу проповедь. И сначала бывшие со Мною также будете свидетельствовать, что Я и словами, и делами сделал их безответными. Итак, не смущайтесь, проповедь не будет без свидетельства, но Дух будет свидетельствовать знамениями и чудесами, и свидетельство Его будет достоверно, ибо Он Дух истины. Слова, которого Я пошлю, показывают равенство Его с Отцом, ибо в ином месте сказал, что Отец пошлет Духа. Евангелие от Иоанна 14, 26. А здесь говорит, что Он Сам пошлет Его. Сим показывает ничто иное, как равенство. А чтобы не подумали, будто Он восстает против Отца, когда посылает Духа иною власти, властью прибавил от Отца. Пошлю Его Сам, но от Отца. то есть по благоволению Отца и пошлю вместе с Ним. Ибо я не извожу Духа из собственных недр, но от Отца Он подается через Меня. Когда слышишь, что исходит под исхождением не разумей посольства, как посылаются служебные духи, но исхождение есть естественное бытие духа. Если мы будем понимать исхождение не так, но как совне пребывающее посольство, то не видно будет, о каком он духе говорит. Ибо бесчисленны духи, посылаемые на служение тем, которые наследуют спасение. Евреям 1.14 Но здесь исхождение есть какое-то особенное и отличное свойство, принадлежащее собственно одному духу. Итак, под исхождением мы должны разуметь не посольство, а естественное бытие от отца. Сей это дух будет свидетельствовать о проповеди, а также и вы будете свидетельствовать, потому что не от других слышали, но сами с самого начала находитесь со мною. А свидетельство тех, которые сначала были с ним немаловажно. Сами апостолы впоследствии говорили пред лицом народа, свидетели его воскресения мы, которые и ели и пили с ним Деяние 19.41. Итак, свидетельство с двух сторон и от вас и от духа. А вас могут подумать, что вы свидетельствуете в угоду мне, но дух никак не будет свидетельствовать из угодливости. Вопросы? Час прошел, пожалуйста, можно задавать вопросы не по теме любые, у кого такие накопили. Микрофон не забудьте включить, потому что кто-то задает, думаю, микрофон забыл включить. Чего-то нет вопросов сегодня. Тогда продолжим чтение. Евангелие от Иоанна, 16 глава с 1 по 4 стихи. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились и изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказал вам о том. не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. Толкование. Я, говорит, сказал вам об этом, прежде чем сбылось для того, чтобы вы не соблазнились впоследствии, когда увидите, что многие не веруют в вашей проповеди, и что вы сами подвернетесь бедствиями, но чтобы заключая, потому что я сказал вам об этом прежде, нежели сбылось, приняли и утешение мое с верою, что я не обманул вас в этом случае так же, как не солгал и в предсказании о бедствиях. Изгонят вас из синагог, отлучат от своих собраний и славных мест и лишат всякого общения. Ибо сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучат от синагоги. В Англиотана 9.22 Не только вы будете изгнаны из синагог, но и примите смерть, и смерть поносную, ибо вас будут убивать, как людей вредных врагов Божьих. И всякий убивающий вас будет так стараться об убиении вас, что будет думать, что он тем служит Богу, то есть будет думать, что он совершает дело благоугодное и святое. Ибо блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за меня. Матфея 5.11 «Это блаженство добудет вам утешением при воспоминании о нем. Сказал вместе для того, чтобы вы не оставались без приготовления, но приготовились бы, помни, что я сказал сам об этом, и потому стояли против скорбей мужественно. Вопросы? Можно? Вот была женщина, которая стоит на улице у храма, ее не впускает батюшка и женщина. А почему она не пойдет в вашу общину? Так она в вашей общине состоит. Сегодня только у нас была... Игнать Тихонич, отвечайте. Она в нашей общине состоит. Она поехала на родину. Ее родина там. Микрофон не включили, Игнать Тихонич. Она и состоит в нашей общине. Но она... Там дети решили так. Ей дом там покупают. Это ее родина, где она жила. И она уезжает туда. А дети там остаются одни. Ну, а дальше вот это событие так и развивается уже. Она сегодня только была у нас. Она приезжает тут, причащается и уезжает. А поп требует, чтобы она отреклась. Больше за ней никакого греха нет. Ей не предъявлялось никакое объединение. Но эта территория отошла к другому епископу. У нас епархию-то разделили на несколько частей-то. И митрополит там не имеет власти-то. А тот поп-то вот такой, какой он есть. Высшая марка Самодур. И она на улице стоит. И ну что, твоя участь такая. Она стоит уже который год. Ее в храм не пускают. А там всего человек 10 в храме-то бывает-то. Люди не знают ничего. И у ней валенки протаивают до земли. Это понятно, что это будет в дальнейшем где-то сказано. Патриархия-то ничего не знает. Никуда не писали. Но здесь-то уже она подходила. И архиерей-метрополит благословляет. Да как это так? Но дальше этого пока не идет. А почему не идет? Уже пора давно написать. А этот вопрос не ко мне, а к архиерею. Нет, ну пусть бы написали к митрополиту их. Митрополиту-то. Ну вот она в устное обращалась. А письменно мы подумали. И мы думаем, может быть, так Господь допустил. Как-то я не знаю, кто-то не согласился или что-то там. Мы уже собирались написать даже и выше. Такой дикий случай, неслыханный, невиданный. Простая прихожанка и стоит который год на улице и не запускают. Ну что написали уже. Вещь неслыханная для патриархии. Где вообще проходной двор? Напишите, Игорь Михайлович. Жолнирова, Нина Александровна. Запомни, Жолнирова. Село Клочки, Ребрихинского района, Алтайского края. Жалко так. За что жертву-то? Господь знает, кому что дать. Она сегодня была здесь. Она до того веселая, всегда радостная. Благодарит Бога. Правда. Вопрос можно? Давай. Игнать Тихонович, а церковный суд вообще есть в московской патриархии? Такое понятие, как церковный суд. И если он есть, кто туда может обратиться? Может ли мирянин туда обратиться? Или группа мирян? И так далее. Конечно. Для того он и суд. Только ты должен свою обиду четко подтвердить. В первую очередь тебя проверят. Ты под судом не состоишь? Сам-то ты. А там будут тогда разбирать. Допустим, у нас были рядом огороды. С епископом. Ну, как раньше. Епископы они все имели, как и левиты. И земля была какой-то огородик-то. Или овечки. А он себе овечек там перетащил. И все. Я могу подать на него в церковный суд. Но его не было 70 лет. 70 лет. И поэтому тут был епископ Максим Дмитриев. И он к нему пришел. Приехал священник, отец Павел. А его отца Павла камень на оби. Николай Гордиенко, бывший парторг Компартии. И он не крестит, как положено. А он решил записать, задать вопрос. И чтобы архиереев голос привести и показать. Вот отец Николай-то надо крестить. Но они узнали, что у него тайная запись. И он с него крест снял. Крест серебряный. Рязку. Магнитофон отобрал. И с этим его перевели в другое место. Может, это его и потянуло. Иначе он был бы митрополитом. А он так на епископской должности и засох. Он приехал туда, и там уже они на его жалобы, что он драку устроил. Ну, проще такое. А сюда дали другого епископа. Его, минуя архиепископа, сделали митрополитом. Сергий Иванников. Сергей, ты не знаешь, кто знает адрес Алексея Загуляева? Мне нужно встретиться с ним. Твой-ка телефон, и так дом знаю, квартиру не помню. А если можешь позвонить, узнать у него адрес. Где-то. Напроситься на прием. Надо встретиться. Он болеет. Болеет душевно и телесно. И очень серьезно. Он может внезапно умереть. Лишь в больнице лежал. Поэтому мне нужно с ним встретиться. Тем более он на меня что-то имеет. Имеет, заступаясь за Романа, который был здесь. Ну что, хоть что-то говорите? А где вот этот церковный суд-то находится? Он должен быть в каждой епархии. Головного такого нету в московском. Головной в Москве, в патриархии. Потому что, чтобы священника лишить сана, ни один архиерей этого не может сделать. Нужно собрать шесть епископов. А если епископа разжаловать надо, нужно двенадцать епископов. Вот какой порядок. Канона определенное, правила. Его вызывает на суд епископа. Не приехал. Его снова предупреждают. Он не приехал. Тогда решается без него. Никакой жалобы уже от него не принимается. Это правила четкие. Одно время было. Задержали советского разведчика Хохлова. Ну, там какой-то судебный процесс был. Я в то время ничего не знал. Еще 10, в 10 классе, наверное, был. Его там спрашивают. Где-то там в стране за Замбикой или Улусой. Какое-то далекое такое. А там католики. Его спросили. Какое вероисповедание? А он говорит, я атеист. Она не знает, что записать-то. У них графы такой нету. Я атеист. А как это? Ну, Бога... Нет, как Бога нет? А куда он делся-то? Утром было, сейчас нету. И его никуда. И в свидетели у них безбожников не берут. Вот законы какие хорошие. Если он говорит, я атеист, безбожник, он свидетелем быть не может. Потому что он солжет и 10 раз отречется. Я пришел к этому выводу. Если судья, судья должен быть только верующий. Независимо от того, баптист, православный католик или мусульманин. Лишь бы он верил, что есть страшный суд и отвечать за все придется. Только такой судья. А если он не верующий, он любую беду натворит. Я судился долго, я знаю. Только вот где дом живу, я 11 лет вел суд. И курировал не просто президент Верховного Совета СССР. И выиграл процесс этот. Вот два дома получил в частное пользование, как хозяин. Могу продать их. Территория 13 соток в центре города старого. Игнать Тихонович, а у вас принцип такой, что вы первые в суд не обращаетесь. Вы всегда как бы, если на вас кто-то обратился, тогда вы уже судитесь. Ну, что-то. Я сужусь когда? Когда вот, допустим, я начальник лагеря. А там поднялись такие и стали говорить всякие пакости. У меня мальчики спят с девочками. Ну и на меня там всякие пакости. Ну, я приехал тут к ним, а они даже не слушать не хотят. Московский комсомолец газета называется. Поганейшая такая. А тут МК на Алтае. И они как, головное управление в Москве, а зарегистрировались в Горном Алтае. К Барнаулу не относятся. Их вообще взять нельзя. Они там нарисовали пакости там на меня всякие в газете. Но я подал в суд, и у меня близко знакомый прокуратуре, прокурор края, генерал-лейтенант. И мое дело рассматривали долго. И все процессы я выиграл. Они обязаны заплатить, опубликовать, ну и прочее. А они тут заортачились. Я написал прокурору в Москву, их кахнули. Допустим, мне штраф был на них 10 тысяч. А платить-то, потому что какая моя шишка-то, должность. А штраф им заплатить в несколько раз больше, с угрозой конфисковать имущество, и там, где они находятся. И они сразу же все сделали. Судиться можно. Можно. Игнат Игоревич, ну вот вы говорите, мальчики с девочками там и так далее, и тому подобное. А вот сейчас ДС вот эти так называемые, они же сейчас не только на вас клевещут, просто, ну, огульной такой невероятной клеветой, но и на ваших чат духовных, так скажем. Говорят то, что мы подрываем церковь изнутри, и какие только невероятные вещи придумывают. Как к этому относиться? Понимаешь, сейчас, в данный момент, вот сейчас, когда полностью сплелись с властями патриархия, я не знаю, как бы они. Но тогда они на меня нарисовали рисунок, стоит черт с наручниками, с нагайкой, и написано «Община Игнатия Лапкина». И все в решении суда было, что Лапкин Игнать Тихонович никакого отношения к сатанизму не имеет. Он православный христианин. И все это подчеркнуто четко, ну и за все пришлось им отвечать. Не знаю, можно было бы, но это судиться только там, где они живут. А где они живут, туда надо будет ездить десятки раз. Да легче, говорит, ничего не брать. Ну, говорят и говорят. Что из этого? Бога прославляем. Меня это не касается. Он говорит-то не обо мне. Он придумывает, что попало, он страха не имеет. Я знаю, Бог берет в свои руки. А дальше, говорит, шерсть и пух только полетит. Я их предупредил всех. Без наказания вас Бог уже не оставит, если вы предназначены для спасения. А если вы уже прописаны в аду, то до конца будете безобразничать. Я им говорил это. А больше что я могу делать? Судиться я не буду. Это, ну что, даже их там накажут, там штрафуют. Сегодня другое всё, интернет. Интернет не в частном порядке. Они своих сторонников могут там дать им, они всё везде заполнят, и кого бы судиться-то здесь. Так и не трогают. Как идёт, так и идёт. Господь рассудит. Они безбожники. Они суда Божьи не ждут и, не знаешь, за всякое слово дадут отчёт. Друг перед другом выгибаются. Вроде прощения просил, один выходил, а я не просил прощения. Сергей Козлов нас сводил. И тот человек говорит, ну вы верите, что я каюсь истинно. Я говорю, хотел бы, да не верится. Ну и получилось, что он ещё злее стал. То есть я сужу так, что перешёл эту черту, из-за которой возврата уже нет. И теперь им духи зла крутят, как хотят. Игорь Тихонович, вот сегодня женский день. Мы поздравили сестёр. А мужской день, вот по-церковному, когда? А кто сказал, что это женский день? С чего взяли-то? Ну не знаю, вроде так. Ну кто его отдавал женщинам-то? В московском патриархии, вот же день жен Мироносец вместо 8 марта, как будто. Да, нас так и поздравляют. Аналогию искать безбожника, развративший день. Нет ни одного дня, в который столько бы было потеряно девственности, разврата. Нам сегодня проповедник сказал в конце на службе, говорит, поздравляю с женским православным днём. 8 марта это безбожный праздник женский. Притомни, нигде этого нету, что женщины... Какие женщины-то откуда пришли? Ведь церковь-то стоит больше... Сейчас это на букву, говорит, на вторую букву алфавита. Ну. То есть нету ни женского, ни мужского дня в церкви, я правильно понимаю? Ни мужского, все дни господни. Понятно, Игорь. Это сегодня как? День книги, день защиты детей, день шахтёра, военный день там... Ну, глупости, день победы. Победа одна, Пасха. Дьявол сражён, зло побеждён, светло сиял. Вот, а попробуй, скажи ему, что это не день женский. Договорить не надо, никакого отношения не имеет. А тогда придумали, а вот Пётр и Феврония. Пётр и Феврония. Я как-то разбирал это, обращался даже за консультацией. Считается, вот в один день они умерли. Он князь был, а она простая была, но умела лечить. Ну, я тогда разобрал эту биографию, показал, это такая бабёнка была авантюрная. Сегодня бы её посадили за это. Она имеет снадобие, ну, работает фармацевтом или врачом, сегодня сказать. Но она никто, просто крестьянка. И вот князин, получивший много ранений, она лечит. Лечит, но одну рану не залечивает. Лечивает, если ты на мне не женишься, я лечить не буду дальше. Ну, куда это годится? Какой врач? Клиент понравился, она теперь... Я тебе зуб на место не вставлю, пока не женишься. Как это понимать? Ну, и дальше он оставил её, ушёл. Эта рана разрослась снова, он снова к ней пришёл. Она первый вопрос ему задаёт. Так, женишься или нет? Ну, как, куда это годится-то? Какая святая-то? Авантюристка. А теперь дальше заслуга такая, порядок такой был. Если князь женится на крестьянке, он теряет княжество. Он уже не князь, он простой, обыкновенный человек. А иначе этих князей пруд пруди будет. Если он на такое женился, ну и весь сказ. Только вниз. Ну и дальше уже история известна, как жили. В один день умерли. И считается, в один день умерли, это какая-то святость. Я доказываю, что если в один день умерли, это очень плохо. Это хуже некуда. Возьмите, вот, умер Достоевский. За всё это берёт Сниткина Анна Григорьевна. Она продвигает его книги, распространяет бывший его секретарь, жена. Ну, умер Лев Толстой. Дело это перехватила Сопья Андреевна, его жена. Солженицын умер, нотария его дело ведёт. Понятно, мужик изнашивается раньше. Женщина по своей психологии, она больше живёт. Ну, он почти 90 лет где-то жил солженицем. И она дальше встречается с Путиным. Постановляют архипелаг ГУЛАГ в школах, чтобы изучали и прочее. Я показываю, что в один день, если умерли, это не достижение. От тебя это не зависело, это плохо. Я это выставил в печати, замолкнул, и никто ничего не говорит. Высшее, что в женщинах мы можем находить, это Мария Магдалина. Апостол для апостолов. А в церкви считает Мария Египетская. А эта ни одного дня по-христиански не жила. Ни одного дня. И считает каждый год на Андрея Критского её биографию. А почему не Мария Магдалину? Она была апостолом для апостолов. Принесла радостную вещь. Не ей апостол, а она. Более великой женщины и не было, не считая Богородицу. Христос воскрес, Игнатий Тихонович. Воистину воскрес. Вопрос по литургии. Вот священник, если не говорит оглашенный из идите, это почему? Ну и что? Нет, ну это не обязательные вот эти слова, возглас, оглашенный из идите. Ну а для кого они говорятся? К оглашенным. Их надо найти сначала. И они должны выйти. Выйти, дай, с миром из идем. Один батюшка говорил, сейчас новый батюшка, он не говорит. Просто смущение такое, непонятно вообще. У нас выходят, у нас выходят. Бывает человек, давно не причащался, больше года, он в оглашенный попадает. Или выпил, выпил там, запил или что-то было такое. И они стоят в коридоре и выходят. Я один раз посчитал, у нас 20% оглашенных. И они сразу выходят. Сейчас меньше стало. Говорят, сроки такие дай, так никто ходить не будет. Ничего подобного. Полная эпитемья. Эпитемья была большая даже до 30 лет. Нельзя причащаться. А сейчас, как бы, причащие, надо обязательно чаще. Если ты занемок или что, причащие. Да нигде в Библии об этом нету. Наоборот, если ты согрешил или что-то, да причащие не допускают. То есть не нужно обращать внимание на это. То, что он не говорит оглашенных, извините. Их нет про оглашенных. Ну, вас венчают. Посмотрите, венцы на голову не надевают попы. Что это означает? Отначает, венчания нету. Тут открытым текстом. Идут, венчаются. К ним нельзя идти венчать. Ты сначала спроси его, венец будет он надевать или нет. Скажи, что вот мужчина, за которого я выхожу, он сохранил себя. То есть не знался с женщиной. И я тоже девушка. Что справку от гинеколога принести я могу. И дальше, чтобы венцы были надеты. Все. И если бы так вот поступали, попа разгромили бы в один день. А люди еще не знают бараны. У нас директор тут предприятия «Алтайская правда», Грохотов Владимир Георгиевич. Ну, он много от меня слышал. Пришел крестить. Я не знаю, кого он там. То ли внука или кого. Ну, и там налили маленько черепушки. Он говорит, нет, мне полное, чтобы было. Ну, вода холодная, надо греть. Он говорит, хорошо, я подожду греть. Они забегали. Еще сделали все как положено. И он только делаете на попа. Стоит рядом, чтобы полное погружение было. Чтобы ни одна волосинка не была наверху. А дальше на меня смотрит и улыбается. Не зря я с вами встречаюсь. Вот так бы поступали-то и сдохла собака. А так, ну, батюшка знает, он будет отвечать. Где это написано? Написано, оба упадут в яму. Этот слепец жулик ведет тебя. Куда? Ты за ним зачем идешь? Ну, это же батюшка, он знает. Что он знает? Он знает, что ему надо набить полный карман денег. Корыстолюбцы. Он знает. Игнать Тихонович, а вот в чем польза от епитемии? В чем ее ценность епитемии? Что она дает человеку-то в итоге? Ну, как же. Еще их сколько дает. Человеку, допустим, он где-то заразился, инфекционное отделение помещает. А что это дает? Другие не заражаются, это первое. Далее. Он не имеет общения с этой средой здоровой. И теперь к нему там разные вакцины, все это. Это же истребление греха, напоминание, скорбь, печаль, слезы. Женщина сделала аборт. Батюшка, я сделал аборт. Ну, возьми капец, посчитай 40 поклонов и причастись. Это обманщик стоит. Волк лютый. Закон определенный говорит. Правило Василия Великого второе. Женщина, убившая младенца в собственном шереве, отлучается на 10 лет. 10 лет. А если она сделала абортов не один, не два, а десятки, то сколько умножай? Игнатий Тихонович, а можно вопрос такой задать, Игнатов? Вот какой логикой руководствовался католическая церковь, когда они, вопреки постановлениям канонов Вселенской Церкви Православной, самовольно изменили символ веры? Добавили туда так называемое филиокве. Это первый вопрос. И вытекающий из него второй вопрос. В Новом Завете мы знаем, написано, как Господь, посылая своих учеников, дал им дары Святого Духа, исцеление и так далее. Кроме того, мы читаем в Деяниях Апостолов такую стих 33, где написано, что Он, Иисус Христос, был вознесён в деснице Божию и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. То есть Он излил Святого Духа. Дальше мы читаем, когда Господь явился ученикам Своих, это в главе 16, благорестованием Иоанна, то в стихе 7 написано, что «Я пошлю его к вам». И мы читали толкование только что, где написано, что Святой Дух исходит от Отца. Но ведь есть и фразы, которые свидетельствуют о том, что это Иисуса Христа исходит Дух Святой, который единослушный Отцу. Вот чем руководствовали себя? Есть какие-либо сведения эти соборы, католической церкви, которые решили подкорректировать незаконно символ веры, в части и исхождение Духа Святого от Отца, добавить туда и Господа Иисуса Христа. Я в этом лично крамола никакой не вижу, но хотелось бы понять логику, если она существует, тех мужей, которые принимали такое решение на своих соборах, когда уже святынские соборы не созывались. Ну, согласно Библии, у нас сходят и от Отца, и от Сына. Значит, что-то недосмотрели. Пойду, говорю, думалю Отца. Как? От Отца, а дальше? Пойду и пошлю вам Духа. Тут прямо говорит о самом себе. И как правильно? Я уже некоторые моменты показывал, что у католиков более правильно. Но у нас так принято, я так считаю. В эти вопросы никогда не вхожу, и там страшно. Там тайна, не с человеческим умом разрешать. Но святые отцы, если взять чуть не половина, может быть, понимали именно так, что от Отца и от Сына. Вот с этим Филиохва. А эти святые нами признаются, как Григорий, несколько другие. Почему первый раз так приняли? Нигде они ничего не считал. Серафим Саровский говорил, когда меня Дух Святой покидал, я делал ошибки. Они должны были добавить. А что исходит от Сына, таких мест не одно. Так что католики тут правы. Ошибка найдена. Всё. Выправляем. Как бы мы забываем, католики, что там бритые, масоны. Говорим об одном пункте, другие даже не надо трогать. Там у них всё заблуждение. Ясно. Спаси Христос. Слава Иисусу Христу. Игнать Тихонович, вот вы сказали некую пользу, да, вот мы услышали от эпитемии. А что будет, какие последствия, если ты игнорируешь эпитемию? То есть ты, ну, просто проигнорировал её, что будет тогда? Какие последствия? Последствия такие, что в аду будешь. Это Иоанн Златоус говорит. Кто не накладывает эпитемию, тот гибнет сам и того, кого допускает. Всё предельно ясно. А сегодня эпитемии почти нету нигде. То есть развратники пришли к власти. Женщина нечистая не должна прикасаться ни к какому священному предмету, ни к иконам, ни к Евангелию. А тут Пархоменко выходит, Константина начинает рассказывать. Нет, нет, это нигде так не написано, хотя это всё понятно. По телу ничего не меняется. И Ветхозавете, ну, надо причащаться. Почему? Раз причащаться, она обязательно должна свечку купить. Он кричит, нельзя так делать, деньги отдайте мне, а мне отдайте. Я ему переведу. И так, с таким тоном говорит, как будто он уже еретик и сектант. Я послушаю, да он готовый уже. Тут один недавно священник против меня тоже что-то начал выдумывать. И говорят мне сегодня, там связи личные есть какие-то, чуть ли не с патриархией. Говорят, он, священник, рукоположил трёх священников. Теперь не знает, что с ними делать. Ну, я не знаю, может ли это быть. Если человек, ну, в здравом уме, как он может рукополагать, когда власти нету? Священник священника не может рукоположить. Только епископ. Ну, вот такое, я говорю, напишите там где-то подтверждение, дайте. Не знаю. Вы слышите, как у меня голуби воркают? Слышно, нет? Нет. Нет, не слышно. Да как же так? А сейчас слышно было, нет? Я подносил аппарат. Нет, не слышно. Аппарат к нему. Так. Игнатий Тихонович, а как ролик называется, когда вы встречались с Роман Малыш в заключении был? Я не могу его найти. Ты тут пропустила кое-что? А там ролика не было. Там нельзя снимать. Это внутри. Это система, в которой внутри нельзя снимать. Мы снаружи снимали, когда были, чтобы запомнить, в какие дни можно встречаться. А там нет. Об этом даже говорить нельзя было. Внутри силовых структур где-то нельзя снимать. Вот нас дорога остановила, милиция, по наводке православных там. Они нас встретили далеко, километров за 20 от одного села. Ну и за ними документы отняли наши. Когда вышли, он нельзя снимать. А почему нельзя? Можно. Вы порядок не знаете. Если вы превышаете полномочия, согласно 3 соответствиям правилу Уколовного кодекса, вы до 5 лет можете схлопотать. Милиционер стал замолкать. Девятнадцатое правило, первый пункт, считаю ему, все кончилось, он молчит. Ну, я иду, а другой снимает. Не знаю, кто там был у нас. Как только подошли, дверь открывать. Здесь нельзя. Говорю, здесь нельзя. И положили, все. Как только за дверью вышли, мы начинаем снимать. Ко мне в деревню приезжает начальник уголовного розыска. А что снимаете, зачем? Да мне нравится, это моя территория, на память. А я не хочу. Да кто тебя спрашивает? Ты ко мне приехал, и не хочу. Вы превышаете полномочия или умышленно нарушаете. Он сразу все дальше не идет. Надо, вот если видели в круге первом Солженицына, его с одного лагеря в другой переводят, шарашка, а книги, которые были, отняли. А он не дает даже никакие. Вот я говорю, согласно пункту такого 17, дробь 14, подлежит то и то. Дальше, если такое будет, из вас звездочки полетят. Он глаза вытаращил. А он ему шпарит закон, правильно, неправильно, где проверишь-то. Книгу вытаскивают, но все равно на выходе у вас отоберут. Но если отберут, вы будете отвечать. Никто не отобрал. Играет Евгений Миронов. Очень хорошо. Вот кто, если видел, так там указано, это был Меркулов. Министр, это, кажется, Меркулов был в это время. Министр внутренних дел, генерал-полковник. Ну и одного зэка вызвали. И как он к нему заходит, зашел и сел. Так, гражданин такой-то. Почему вы сели, кто разрешил? Он говорит, знаете, у китайцев поговорка есть. Сидеть лучше, чем бежать. А лежать лучше, чем сидеть. Он его огорошил. Ну и дальше начал, говорит, пугать. Так я могу с вами по-другому говорить. А по-другому будете говорить, я вообще ничего не скажу вам. Он заерзал, заерзал. Кажется, Коротков играет. Вам есть что терять, а мне нечего. У меня все отняли. И жену, и детей. И на 25 лет сидеть. У меня ничего нет. Все мое достояние, имущество показывает платок. А когда пошел, он говорит, свое имущество забыли. Он вернулся, взял. Он его разгромил, а то министр, а то шахал, охал сидел. А сделать ничего не может. С ними надо знать, как разговаривать. Мне он комментарии дает. О, это, так сказать, дед старый зэк. Уголовный розыск. Там он размазал их всех. Я никого не размазал. Я просто отвечал, как есть. Вот интересно. Менты, мусор там ругают. А мне все время милиционеры встречаются хорошие. В прокуратуре тоже. Ну, не скажу, что так уж совсем бы. Ну, даже неправильно судят, но обращение хорошее. Ну, еще замолкли, друзья мои. Я хотел сказать, вы тут и вчера разговаривали с каким-то Русланом. Тут в этом чате работают. А там вот Сергей Новиков, усатая Наталья. Там они, ой, как молодцы. Я до того порадовался. Уже спать ложиться. Вот это достойная смена растет. И 19-е правило 6-го Вселенского собора, что толковать нельзя. Вы его захлопнули прямо. Я вас всех очень благодарю, кто во вчерашней беседе разговаривал. На уровне пятерки всем. Игнатий Тихонович, я обратила просто на его сообщение. Он каждый раз такие, как бы, ну, как бы вырывки своих помыслов дает. В сообщениях думает, что, сектант он или православный. Думаю, давай на часу его воду вывезти его. Вы его вытащили на бруссвер. И он оказался то голый король. Ну, я с ним разговаривал лично по скайпу. Он студент с Украины, 26 лет. Учился в университете, но бросил его. И знает иностранный язык английский. Говорит, голова у меня варит, и могу без диплома заниматься вопросами. Но, говорит, когда начинаю Библию читать, а читает он её в переводе с разных языков и с английского, и сравнивает, у него возникает масса вопросов. Да, ему сказал, что тебе повезло, что тебя Господь привёл на наш чат, на наш сайт, на наше сообщество. И ты много там получишь пользы, полезного. Ну, говорит, что у меня есть вопросы в отношениях с родителями, с бабушкой. Он тоже дал ему то, как нужно бы по Библии поступать в отношениях к ним. Так что работа с ним действительно ведётся, слава Богу. Ну, его видно, что он уже купался у сектантов. Сам человек такие вопросы подряд не может задавать. Это прямо катехизис, баптистов, адвентистов седьмого дня. Тут даже он, может быть, и не встречался, думает. Обязательно встречался. У него в руках прямо эта брошюра. Отец, никого не называйте, отцом начал там крутить. Это юритик, сектант. Ну, да наставить его Господь на путь спасения. Дай Бог. Очирикает у Игнатова, у Сергея. Да, я получил ссылку, увидел. Кто-то очирикает, у тебя очирикает птица. Да. А так слышно хорошо? Да, я тебе писал микрофон выключить. Ладно. Я уже отключил. Из-за того, я не слышал о ворковании, не слышал. Это Роман Фроликов. Слава, Роман. Вопрос. Вы слышали, ну, Игнатий Тихонович говорил, что надо постепенно сохранять себе на компьютеры то, что в интернете, то, что в ютубе. Но сейчас вот уже становится вопрос, что нужно, действительно, это нужно делать. Вот, и я вот тоже уже думаю, приобретать надо какие-то оборудования, чтобы это все сохранять лично на наши личные компьютеры. Откуда у тебя информация, что ютуб закроют? Никто это, где ссылка, кинь сюда, в чат, но... Так я же говорил, Игнатий Тихонович говорит, что нужно уже сохранять, давно уже он это говорил. И это и так понятно, что... Нет, и у тебя конкретный вопрос, откуда информация, что закроют ютуб? Что сохранять, это понятно, ты говоришь, что ютуб закроют. Кто тебе об этом сказал? Ну, а зачем сохранять, если ютуб не закроют? А зачем говорить, что в России закроют ютуб, когда его и не собираются закрывать? Ну, а зачем тогда сохранять, зачем Игнатий Тихонович говорит, нам сохранять на личные компьютеры? Если ютуб не закроют, зачем сохранять вообще? Вывод сделал, несовершенно. Ну, как несовершенно, если... Надо сохранять на личные компьютеры, но ютуб не закроют, зачем сохранять тогда на личные компьютеры? Если есть ютуб. Сохранять за тем, что могут заблокировать. блокировать, вот такие как ДС обратятся, будут капать, капать администрации и могут закрыть просто канал, ликвидировать и все Игнатий Тихонович же и до этого говорит, что это время недолгое, что вот нам сейчас мы сейчас свободно общаемся и распространяем это все закончится это и так ясно, даже какие источники нужно и так понятно у нас Святое Писание говорит об этом, что дано ему победить святых и победит святых поэтому нам надо делать так, чтобы нас как можно дольше еще не победили какое-то время продержаться еще я скажу, как у нас было, когда сайт открывали, я сразу выставил объявление, чтобы нам помогли копии сайта нашего сайт во Святое Библии открытым оком в Америке открыть, в Индонезии там где-то, в Индии там где-то на Скандинавии где-то и откликнулись два человека и сразу начали делать зарегистрировали нас выслали ключи это такое дело я познакомился с Сергеем Козловым парализованным, во славу Божию и он говорит ваш сайт можно сделать еще более лучше но у нас очень профессионально сделаны ну я говорю не знаю не специалист и он что сделал сам начал искать людей и значит подключились из Израиля и Белоруссии как он их узнал очень большие специалисты я думаю к чему они будут со мной возиться-то долго-то там 4124 вопроса только 50 книг аудио все по полочкам по папкам потом я все-таки Сергея дергал дергал ну скажи сколько заплатил он говорит 300 тысяч я так и ахнул 300 тысяч да какие деньги-то у меня пенсия 6 тысяч вот так и там делали они новые открыли я там не бываю даже не знаю и все в Америке сразу два открыли и совсем недавно месяца два назад через интернет познакомилась с нами одна католическая семья из Испании ее звать Ирма они выписали все мои книги заплатили долларами там или 750 евро полный комплект строит но они говорят мы все понимаем так как фактически даже я их не могу назвать даже уже католиками православные хотя может быть и ходят еще к ним так и она недавно говорит нужно вам сохранить это сервер могут поменять и то другое я вам посылаю деньги и начинайте копировать она выслала тысячу евро тысячу ну она посчитала сколько дисков надо а у меня 10 650 роликов вот роликов 10 650 это как сколько же это какой диск надо вот теперь у нас работают над этим скачивают и после этого мы должны представить эти материалы у местной ФСБ чтобы перепустили за границу незнакомые люди мы ни разу не встречались они узнали что мы лагерь теперь не имеем а в деревне они сразу выслали деньги мне на кухонные комбайны сделали это или наоборот вначале было так один из Италии услышал также выслал деньги холодильники разные купили вот сегодня я только объявил у нас аппарат один вот видеоаппарат он находится в мастерской а Володя выезжает это его не его батюшки ну и Володя в руках-то и неизвестно что будет я говорю нам все говорят купить лучший тот покупали он где-то 35 что ли тысяч ну а другой-то есть более крепкий потому что мы много пишем и по одной и той же части и лозим но если надо но если надо то надо а деньги-то где еще собрание не кончилось поднимают руку которая у нас кассиры мы говорят а у нас вот там еще осталось столько-то не израсходовали а когда вскрывали кассу да вот я не знаю когда сегодня мы как кассу вскрывали ящичек я все заснял все и как деньги считают на столе и сколько и как эти деньги передаем тому кто мать компьютершика программиста она ему отнесет посмотрит нужно где-то добавить то есть в один день не выходя еще из трапезной все решилось а я даже и не знал что будет это вот как Бог делает и мы по частям все показали да вот деньги показывают да украдут я всегда показываю никогда не крадут с бульдозеристом рассчитывается каждый день считаю сколько расписывается он и никогда нигде не было ни сучка ни задорина отработал я на обед я ему ставлю сколько-то его заправляют я это время уже ну ему представляю говорю заправка шла там 35 минут это ты не работал а вот как только завел и поехал на пруд в один конец там 40 минут это как ты работаешь почему-то ты за рычагами сидишь и у нас отношения ну очень очень хорошие меняются бульдозеристы каждый год и всегда хороший бог дает потому что начальник он все старается сделать чтобы найти нам хорошего бульдозериста такого хорошего какой высоте работали и могла пойти эта наша плотина и он бы погиб сразу я его не пускал он все равно а я сделаю пол гусеницы остальное пол гусеницы висит над бездной и все сделали ну не бездна конечно это ну смертельный прыжок был бы батюшка сейчас приехал и говорит нигде нынче не прорвало там в одном пруду вода защищалась под короб где вода спускается там большая каверна ну это летом задолбить и перенести выше где целик ну и из целого где не насыпанное вот второй мостик самый трудный туда рыбы теперь можно запустить удержалось шлюз сработал ничего не прорвало а то вот не будет да не так не те которые говорили против а они убедились что так сегодня на меня там напали в общине дескать подходят и говорят душно ну душно ни порточки нет ничего я рассказываю я был у баптистов в гостях и у них там просто как будто из бани вышли и никогда они не открывают порточки а да ему бестолку говорить на меня ему скажи да некоторые боимся подойти а я молчу а Игорь Думунов тогда и говорит надо поставить вентилятор вентилятор вот такого размера сколько стоит и где поставить ну и вы еще скажете все на меня обозрелись я говорю ну ставьте там ликование такое было радуются смеются и батюшка говорил а ему бесполезно говорит дом-то мой я староста дома частник я вот я говорю вы все ошиблись почему вы хотели раму выставлять с улицы у нас мирная обстановка мы сразу попадем где-то на крючок а здесь-то ты сделаешь где-то вверху вентилятор никто и знать не будет то есть мое мнение это осталось но оно выразилось в том что я разрешил там радовались смеялись и просто смеялись надо уметь жить и в бедности красиво и интересно ну все наверное уже 17 минут норма кончилась все уходят молиться спаси Христос Игнатий Тихонович что Рахиль спаси Христос говорю да спаси тебя Христос умница ну что помолимся поблагодарим Бога ангелов от пияжи благодать нечистая дева радуйся и по киреку радуйся твой сын воскреси три дни вина гроба и мертвый я возбегнул и люди веселитесь святись святись Новый Иерусалим слава Бога Господне на тебе воссия ликуй ныне веселись а сегодня ты же чистая красуся Богородица о восстании Рождества твоего Игнатий Хочем молитесь милосердный создатель мы предстали перед твоим величием чтобы спросить благословение на нашу жизнь ты знаешь в чем мы нуждаемся пришли добрые жители с детьми сохрани школу расширь пределы общин побуди всех на благовестие и узников за слово томящихся убиваемых благослови и прими в обители вечные разруши замосты ретиков и врагов и судно детей непоминимых безумий обрати их на путь спасения и примирись с нами тебе Боже слава за все Отец Сын и Святой Дух Аминь 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 Спаси Христос Бог всем Аминь Спаси Христос